Это канал высшие технологии с самыми последними новостями из мира технологий. Изменение климата – самая большая угроза для мировых рифов, заявился автор исследования Пол Хардисти, генеральный директор Австралийского института морских наук. Одно только обесцвечивание, вызванное потеплением воды в 1998 году, уничтожило 8% всех кораллов. Коралловые рифы занимают лишь небольшую часть дна океана, всего 0,2%, но они являются домом как минимум для четверти всех морских животных и растений. Помимо того, что они служат опорой для морских экосистем, они также обеспечивают работой и защитой от штормов и эрозии береговой линии сотни миллионов людей во всем мире. Потери кораллов с 2009 по 2018 год варьировались в зависимости от региона, от 5% в Восточной Азии до 95% в восточной части тропической зоны Тихого океана. По данным исполнительного директора ЮНЕП Ингер Андерсон, с 2009 года во всем мире погибло больше кораллов, чем осталось на данный момент в одной только Австралии. Межправительственная группа экспертов по изменению климата, МГЭК, с высокой степенью достоверности прогнозирует, что глобальное потепление на 1,5 градуса с приведет к осизновению от 70 до 90% всех кораллов. В случае потепления на 2 градуса с выживет менее 1% кораллов. Отметим, что средняя температура поверхности Земли уже выросла на 1,1 градуса свыше этого показателя. Однако есть и поводы для осторожного оптимизма, некоторые рифы продемонстрировали удивительную способность к восстановлению. Например, коралловый треугольник Восточной и Юго-Восточной Азии, в котором находится почти 30% всех коралловых рифов мира, за последние десятилетия меньше пострадал от потепления воды, а в некоторых случаях продемонстрировал восстановление. Это может быть обусловлено уникальными для региона видами, которые могли бы прижиться и в других местах, как считают авторы работы. Отчет, основан на наборе из почти 2 миллионов точек данных с 12 тысяч объектов, собранных в 73 странах за 40 лет. Чтобы оценить изменения во времени, исследователи сопоставили участки, покрытые здоровыми живыми твердыми кораллами, и участки, заросшие водорослями, что является признаком болезни кораллов. Ставь лайк и подписывайся на наш канал.